Разводов, к сожалению, становится все больше, и если взрослые переживают развод по-разному, он бывает драматично, но в целом взрослый человек не такой удар ощущает по собственной личности, то развод родителей для ребенка – это, конечно, большое психическое испытание, хотя мы не в должной мере понимаем, потому что ребенок сам этого не осознает. В его мире меняется что-то фундаментальное, а он не может понять, что, и не может понять причину и так далее. Даже если ему 14 лет, я не говорю уже про 3, 5 или 10. Поэтому задача состоит в том, чтобы родители, даже если они посчитали, что они больше не могут быть вместе, чтобы они всегда помнили, что у них есть человек, за которого они несут взаимную ответственность, взаимообусловленную ответственность. То есть это договор на троих, а если детей двое, то на четверых, понимаете. И в этих отношениях нужно максимально дать ребенку понимание того, что мама уверена, что папа его любит, а папа уверен, что мама его любит. Ну и, конечно, нужно обоим любить друг друга. Только в этом случае не будет на ребенке отыграна подсознательная неудовлетворенность случившимся, так сказать, развалам отношений. Вот, поэтому можете как угодно относиться к бывшему супругу, когда разводитесь, но обязательно ваш ребенок должен знать, что вы уверены, что его отец или его мать его любят. Даже если вы уже думаете, что все равно ребенка любят, и он должен знать, и от вас это должно исходить, а не от него. Иначе будете тянуть это дело, порвете ребенка в тряпку.